Привет, друзья! Историю, которую я вам сегодня расскажу, произошла несколько лет назад с молодым парнем по имени Крис и девушкой по имени Эмили, которая уже давно и очень сильно нравилась парню, но при этом никак не проявляла интерес к его персоне. Но как бы там ни было, однажды всё же удача улыбнулась счастливчику, и они даже вместе пошли в ресторан. А собственно, что из этого вышло, вы и узнаете дальше. Крис познакомился с Эмили на старшем курсе в колледже, и девушка с первого взгляда его очаровала. Кокетливая красотка с красивыми волосами и глазами, необычайным чувством юмора, она была всегда в центре внимания парней. А поскольку Крис не мог похвастаться особым интересом у девушек, то симпатия больше была односторонней. «Она мне просто нравилась, и я ничего не мог с этим поделать», – поделился позже парень на одном из форумов. «Всё, на что хватало нашего героя, это красивые комментарии под её фото в социальных сетях, ну и, конечно же, лайки». В колледже он не осмеливался к ней подойти, да и вокруг неё всегда было много парней, поэтому их общение максимально ограничивалось простой фразой «привет». Но всё изменилось однажды днём, когда Крис шёл после учёбы домой и встретил по дороге красотку Эмили. Немного обгоняя её, он как бы невзначай сказал «привет» и услышал в ответ то же самое, после чего он к ней подошёл и они разговорились. Следующие 15 минут по пути до общежития, где и жил наш герой, они просто общались на разные темы. «После этого мы ещё пару раз виделись по пути из колледжа, но преимущественно общались в интернете, если это можно назвать общением. Я и писал «как дела», а она всегда отвечала «нормально». У нас особо не клелось, как бы я ни старался. Было видно, что у Эмили много ухажёров, а моё место было на постоянной скамейке запасных», добавил позже Крис. Но в начале лета, в самый обычный субботний день, неожиданно для ухажёра он получил смс-сообщение, а прочитав его, даже не мог поверить своему счастью, ведь оно было от Эмили. «Привет, что-то сегодня у меня какое-то настроение не очень. Одни проблемы, короче. Нет желания сходить в ресторанчик посидеть? Ещё бы, она ещё спрашивает?» «Да я готов был в любое время дня и ночи», подумал про себя тогда парень. Конечно же он согласился, хоть это и было странно. Почему вдруг она его приглашает в ресторан? В общем, они договорились в 7 часов вечера встретиться возле парка, немного пройтись прогуляться, а потом пойти в заведение. Крис к этой встрече готовился целый день, перешерстил весь свой гардероб и привёл, так сказать, себя в порядок. Но, друзья, всё было далеко не так, как он планировал. Стоило им только увидеться, как уже спустя 5 минут Крис понял причину их встречи. Эмили всё время рассказывала о своём парне, о том, что они поссорились несколько дней назад, о том, что они планировали ехать вместе в Майами в конце этого месяца. Да о чём угодно, только не о том, о чём думал Крис. Тогда же он и сообразил, что в очередной раз его просто будут использовать как жилетку. Но просто так уйти он, конечно, не мог. Парень держался молодцом, делал вид, что ему интересно и старался помочь девушке советом. «А может, она меня проверяет?» – думал Крис. Но чем больше времени они гуляли, тем больше Крис понимал, зачем он, собственно, здесь. Наверное, и это можно было бы ещё терпеть. Крис даже заставлял себя думать, что он сможет ей понравиться. Но ситуация, которая произошла немного позже, была для него переломным моментом. К паре подошёл мальчишка лет десяти. Он был немного грязный и плохо одет, такой себе попрошайка. Но и понятное дело, он попросил пару центов. «У меня, как назло, вообще не было мелочи. Всё по 10 баксов и выше. Откажу ему сейчас, имели подумать, что жадны. Поэтому я просто протянул пацану 10 баксов и сказал – держи, купи себе пару хот-догов». Естественно, довольный паренёк взял десятку и убежал. Тогда Крис даже и представить не мог, как он будет ему благодарен. В это время ребята были уже как раз рядом с небольшим ресторанчиком. И Эмили просто завернула к нему и пошла в середину. Ну и Крису ничего не оставалось, как так же последовать за ней. Как позже написал парень, «С виду это было не простое кафе. Это был ресторан, куда обычно студенты не ходят. Я взял почти все деньги с собой, у меня было примерно 200 долларов. Но, честно говоря, тратить их все я никак не планировал». Но Эмили даже не спросила меня, куда мы пойдём. Она просто сама так решила. Войдя в середину, парочка присела за столик, к ним быстро подошёл официант и они сделали заказ, после чего девушка удивила парня своими словами. «Знаешь, я вообще ненавижу нищих и бедных, они очень наглые. Я считаю, что если мужчина не умеет зарабатывать деньги, значит он и не должен заводить детей и семью. Что это за мужчина без денег? Он же ничего и не стоит. А у этого попрошайки наверняка есть родители. Почему они не могут дать ему денег? Да и вообще каждый должен платить сам за себя. А ты ещё поддерживаешь это. Сам такой же будешь». Сказать, что Крис обалдел после этих слов, не сказать ничего. «Ладно, это твоё дело», – добавила девушка. Явно Эмили была действительно сегодня не в настроении. «Я хотел как лучше. Да я обычно всегда подаю, если есть что. Так как сам не миллионер и отец долгое время сидел без работы, пока не нашёл то, что искал. При этом он всегда нас обеспечивал. А по её словам, таким вообще не место в этом мире». Эти слова сильно Криса задели. Можно сказать, что девушка показала себя с наилучшей стороны. И это уже был перебор. Тогда парень не понял, что им явно не по пути. Мало того, что пригласила сама меня погулять и при этом всё время рассказывает за своего бывшего, так у неё ещё и запросы не слабые. «Ей подавай только богатеньких, а у меня только 200 баксов в кармане». Эмили заказала себе покушать. В то время как Крис взял себе только кофе, настроение у него было ужасное. Он только и ждал, когда всё это закончится. И когда подошёл официант и спросил что-то ещё, парень однозначно ответил. «Нет, принесите нам, пожалуйста, счёт, но только раздельный». «Видели бы вы глаза и выражение лица моей спутницы», – написал позже Крис. Эмили едва не подавилась. «Как так? Ведь ты обязан заплатить за меня? У меня нет с собой денег, я не брала». «В конце концов, я же с мужчиной пришла», – промолвила девушка. «Эмили, ну, во-первых, ты сама позвала меня в ресторан, и я согласился. Во-вторых, ты не спрашивала, есть ли у меня деньги конкретно на этот? Ну и в-третьих, каждый должен сам платить за себя. Это же твои слова. А я лучше пойду, наверное, так как устал слушать за твоего бывшего». Стоящий рядом официант даже рассмеялся. Конечно же, администратор пытался доказать парню, что он не может просто так уйти, пока Эмили не оплатит заказ. Но Крис быстро ему объяснил, что это её и их проблема, а свой счёт он оплатил. Когда парень уходил, он слышал, как Эмили ещё долго кому-то звонила и просила перевести деньги на её счёт. «Не знаю, чем всё закончилось», – написал Крис, «так как я отправился домой». Уже тем же вечером Эмили удалила парня из друзей во всех социальных сетях и добавила его в игнор, но ему было абсолютно всё равно. Свой выбор он сделал ещё там в ресторане. Ну и, наверное, тут стоит добавить, что не всё то золото, что блестит. И парень сделал для себя вывод, что не всегда то, что привлекательно и бросается в глаза, представляет собой настоящую ценность. Друзья, а вы согласны с этими словами? И как вы расцениваете поступок парня? Обязательно пишите своё мнение в комментариях, будет интересно его узнать. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось и до скорого!